В гипермаркетах столицы продолжают нарушать санитарные нормы. Сегодня состоялся очередной рейд. На нерадивых нарушителей были оформлены протоколы. В их числе оказались представители популярных среди населения торговых заведений. В рейдовых мероприятиях приняла участие наша съемочная группа. С подробностями Кундуз Кадатаева. Напряженная ситуация с коронавирусом заставляет держать руку на пульсе представители надзорных органов на чеку. Сегодня в центре внимания сотрудников ЦГСН оказались в супермаркете столицы. Так, по словам сотрудников гипермаркета, здесь требования жесткие. У входа охрана проверяют у посетителей температуру и наличие масок. Однако, проверяющих и нашу съемочную группу у входа никто не встретил. Да и антисептик для рук мы нашли с трудом. В масках и тем более в перчатках здесь ходят не все. Стало быть, масочный режим нарушают сами же сотрудники магазина. С первых же шагов комиссия выявила ряд нарушений. Пока что мы зашли и заметили замечание. У вас отсутствовал дезинфекционный коврик. Я могу скажу? Смотрите, получается, дезинфицирующий коврик. Основных требований, как он должен быть, нет. Поэтому у нас при входе наш половичок смочен тряпкой, которая смочена в хлорном растворе. Вопросы здесь возникли и к обслуживающему персоналу. Водный раствор для хлора и прочие дезинфицирующие средства приготавливается в строгих процентных соотношениях и по установленным правилам. На несколько вопросов представителя санэпиднадзора внятного ответа от сотрудника маркета мы не услышали. Я вот этот вот стаканчик добавляю. Это что значит? Где у вас мерка? У меня мерки нету, я приблизительно. Вот видите, все приблизительно. Ну, где-то половина. У вас некачественная. Половина я делаю. Дезинфекция некачественная получается у вас, понимаете? Да. Проведя более 15 минут, в магазине стало ясно, без протокола здесь не обойтись. Как вы видели сами, здесь такие нарушения, как несоблюдение масочного режима. Посетители могут попасть в гипермаркеты без маски. Их температуру у входа никто не проверяет. Таким образом, мы составили протокол. Однако администрация с нами не согласна. В этой связи мы вынуждены передать материал в финансовую полицию. Составив протокол, дав свои рекомендации, сотрудники Первомайской райадминистрации, ЦГСН и УВД Первомайского района двинулись дальше. В следующей точке рейда у входа нас встретил охранник. Продезинфицировал нам руки, однако проверять температуру он не стал. Да и тепловизора у него на руках не было. При входе в магазин в объектив видеокамеры попались сотрудники без маски. Одевать защитное средство они начали лишь, будучи в зоне нашего пристального внимания. Во второй точке, так же, как и в первой, был выявлен ряд нарушений. Так, специалистами ЦГСН пришлось уединиться с администрацией супермаркета для составления очередного протокола. На этот раз администрация признала свои ошибки и пообещала в дальнейшем устранить все недочеты. Мы согласны с тем, что проводятся такие рейды, это правильно. Да, мы признаем свои упущения, но с клиентами у нас возникают сложности, ведь у нас в законе не прописано, что людей без масок мы не можем впускать. Насильно мил не будешь, как говорится. Мы даем предупреждение, однако не все на это реагируют. Ну а касательно нарушений с нашей стороны, то мы их исключим в скором времени. Данный рейд был организован Первомайской райадминистрацией. В нем также приняли участие сотрудники ЦГСН и УВД Первомайского района. Как отметили представители надзорных органов, сегодня в гипермаркетах зачастую нарушается масочный режим и отсутствуют дезинфекционные коврики. Вот мы с вами побывали в популярных супермаркетах, как Глобус, Народный, Фрунзе и другие, где были выявлены нарушения. По ним были составлены протоколы. Нарушителям санитарных норм мы дали предупреждение. В следующий раз, если будет выявлено повторное нарушение, то материалы будут рассматривать уже сотрудники внутренних дел. Чаще всего в гипермаркетах нарушается масочный режим, вовремя не обрабатываются дезинфекционные коврики. При выявлении тех или иных нарушений частным предпринимателям полагается штраф в размере 3000 сомов. Если же это ОСО, то 13000 сомов. Пока отдельные ведомства следят за соблюдением санитарных норм, медики продолжают выявлять новых инфицированных коронавирусом среди населения. По статистике, на 24 сентября наблюдается скачок числа инфицированных. За сутки в стране выявили 127 случаев небольничной пневмонии COVID-19. В числе новых зараженных есть 6 медиков. Летальных случаев от недуга за сутки не зарегистрировано.